Рязанская область стала центром научного эксперимента. Началось всё с того, что у директора строительной компании «Зелёный сад» Андрея Оришкевича, человека, в общем-то, далёкого от орнитологии, но очень любящего родную природу, появилась мечта искусственным путём увеличить популяцию аистов в Рязанской области. Эта идея могла остаться неосуществлённой, если бы не дружба Оришкевича с орнитологом Антоном Барановским, который рассмотрел в ней «Здравое зерно» и разработал научную программу по воплощению в жизнь. Вскоре к проекту подключились амурские и московские орнитологи. Решено было поселить на отведённой под эксперимент территории нелетающую самку, которая будет привлекать пролетающего мимо самца. На сегодняшний день на выделенном участке построены просторные вольеры, оборудовано помещение для зимовки и подготовлено гнездо для нелетающей самки. Кроме того, установлены вдоль болот ещё три высотных гнезда для пролетающих птиц. Учёные надеются, что, увидев своих собратьев, птицы могут оценить землю как пригодную для жизни и обосноваться в одном из гнезд. И самое главное, завезены из Калужского центра реабилитации животных шесть аистов. Пять молодых и одна полулетающая самка. Та самая, которая должна дать начало будущей рязанской популяции аистов. Через пару месяцев, когда вернутся из тёплых краёв немногочисленные рязанские аисты, учёные планируют выпустить пять молодых птиц, снабдив их датчиками, чтобы наблюдать за их перемещением. Если повезёт, эти аисты поселятся в Рязанской области. Мы ожидаем вскоре приезда ещё одной пары белых аистов. В этой паре обе птицы не летают вследствие полученных травм. Они должны поступить из дома белого аиста, который находится в Псковской области. Это уже сложившаяся пара. Они давно выбрали друг друга и проявляют друг другу все эти знаки внимания, как это принято у белых аистов вообще, но по какой-то причине не размножаются. У нас есть несколько версий, почему они не размножаются там. И мы надеемся добиться размножения этой пары здесь. Возможно, это получится. Будем последовательно проверять все эти версии и рано или поздно это может получиться. Если эти птицы дадут потомство, они будут так же, как и местные аисты, выпущены и улетят на юг, возможно, потом к нам вернуться. Проект поддержал ведущий программу в мире животных Николай Дроздов и выразил желание посетить питомник. Условия для реализации нашего проекта на данной территории самые подходящие. Здесь есть все, что любят аисты. Этим птицам требуется большое открытое пространство для поисков пищи, отдельные деревья для гнездования и, конечно, уединенное безопасное место. Здесь у нас имеется пойма реки Оки, очень широкая, несколько километров в ширину. Частично она засевается. Стало быть, здесь есть пашня, на которой эти птицы очень любят отыскивать себе червей, насекомых и мышей. Есть водоемы, где они могут ловить мелкую рыбку и лягушек. И есть охраняемая и безопасная территория. Кстати сказать, это не первый эксперимент Андрея Орешкевича с птицами. В прошлом году в многоквартирном скворечнике, построенном на его даче, поселилась пара пустильк и вывела птенцов. По мере поступления новостей о новом эксперименте мы будем о них сообщать. В следующем видео расскажем, как была привезена первая партия аистов.